Доброе утро всем! Доброе утро, Байдаматы! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тем более в такой день. Сегодня у вас день юбилея, с чем я вас, конечно, от души поздравляю. Сразу хочу вас поздравить. И вот эти конфеты под названием «Вдохновение». Пусть в вашей жизни никогда не проходит вдохновение. Поздравляю вас. Спасибо большое. Скажите, что для вас эта цифра? С каким настроением вы встретили этот юбилей? И можно ли сказать, оглядываясь назад, что мечты, желания вашей юности, они сбылись? Этот юбилей грустный, потому что ушла мама. Только полгода прошло. Оглядываясь назад, я могу сказать, что да, многое в моей жизни исполнилось. Издание книг, исполнение песен, создание новых звезд. Все это воплотилось уже. Мои мечты воплотились в жизнь. Вот вы же не только поэт, композитор, вы еще переводчик. Какое из этих направлений вы все-таки применяете больше к себе? К себе? Я, наверное, все понемножку. И переводы, и песни, и стихи. Если говорить о переводческой деятельности, я знаю, что вы переводите как с родного карачаевского, с ногайского, казахского, черкесского и даже абазинского. Значит ли это, что вы знаете все эти языки? Да нет, конечно же. Я не знаю этих языков. Но многие слова, очень родственные нашему языку, тех перечисленных, которые вы назвали, национальности, они очень похожи. Ну, можно подумать и догадаться, о чем это говорится. Вот, например, видите, я издала впервые на Северном Кавказе, сколько у нас наций, но нет еще на родном языке. Это я три года назад издала. Посмотрите, пакетик на черкесском языке. Есть еще маленькие пакеты, которые называются халалбосун. А это вот на карачаевском. Посмотрите, это вот здесь есть, как бы, уважение к родителям, пословица, и в то же время любовь к родине. Или же вот здесь, вот смотрите, такое пословица. Есть ли такой вопрос, который бы вы хотели услышать, который бы вы хотели ответить, а вам его не задают? Ну, я бы хотела, Белочка, прежде всего, хоть и юбилей, казалось бы, должен быть радостный, я должна здесь петь, стихи читать, но я бы хотела поговорить о том. Мне грустно, что вот на днях опять я увидела, стала так, как я, ну, как сказать, заядлая автомобилистка, езжу по весим кородам и весям. Ну, наверное, для вас не секрет, что я занимаюсь и торговлей. Приходится торговать, оказывается, стихи не кормят. Вот. И я часто вижу аварии. Молодые парни, еще не женатые, разбиваются. Мне бы хотелось вот вообще вести каждый день передачи, говорить родителям, следите, где ваши дети, говорите им, чтобы они потише ехали, чтобы они уважали, ну, вот на дороге уважать надо знаки. Они не уважают никто. Я знаю, что поэты, они, ну, как говорится, острее, наверное, воспринимают несовершенство жизни, да? Вот что вас еще волнует сегодня? В наше время я смотрю, вот и самой приходится быть свидетелем, когда вот родителям говоришь, твое чадо вот так вот, так вот делать, вы поймите, ну, что-то делать, так это родители на тебя чуть ли не с кулаками кидаются. Ну, они как-то, ну, неправильно, что ли, воспитывают своих детей. Они ощущают в себе дозволенность. Ну, мне часто приходится с этим сталкиваться. Я очень переживаю. Бедумат, ну, не хотелось бы в ваш юбилей вот говорить только на эти грустные темы. Хотелось бы у вас спросить, о чем ваши мечты сегодня? Мои мечты? Ой, Беллочка, эти мечты такие старые, такие древние. Ну, вот уже четыре президента, ну, двое пообещали издать, от Семенова начиная, ибо ты обещал издать мои книги. У меня их 15 рукописей, 7 лирических и 7 для детей. И плюс я сделала учебник для внеклассного чтения для начальных классов по карачаевскому языку. Ну, уже, знаете, все устарело, наверное. Сейчас вот компьютеры эти, телефоны, люди какие-то электронные, люди спешат жить, люди, ну, не ощущают этой прелести. Взять в руку книгу, почитать стихи, это намного интереснее. Или взять карандаш, раскрасить рисунок. Это воспитывает. Ну, не знаю, не могу никак издать. Думаю, может быть, стать мне бизнесменом большим, научиться, ну, как-то по-другому торговать, чтобы были деньги, я смогла бы издать книжки. А может быть, меня услышат. Наш новый президент, может быть, услышит и позовет меня, и скажет, издать ее все книги. Не знаю, надеюсь. Дай Бог, чтобы так и было. Я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Конечно, я поздравляю вас с юбилеем. Желаю творческих успехов. Спасибо большое.